Слава Господу! 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 «И жива душа моя, не оставлю тебя». Идет дальше вместе с ним. Это испытание того. И приходит, наконец, Иордан, где Илья спрашивает, «Прежде нежели я буду взят, проси, что сделать тебе?» И вот там этот человек говорит то, что есть у него на сердце. «Сила, которая на тебе, да будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь, но если увидишь, как буду взят, будет тебе». Братья и сестры, это напоминание нам о том, что Господь смотрит лучше, нежели смотрим мы с вами. Когда посмотришь на тех людей, которых призывал Господь, Господь, Моисей возьмем с вами этого человека. Когда Бог его призвал, он сказал, «Господи, я человек косноязычный, я не могу говорить». Но у Бога было свое определение. Пойдешь и будешь говорить. «Видим избрание Авраама, отца веры, но встречаем его в Писании, которое не сокрывает от нас слабостей человеческой нашей стороны, то видим, не раз его сердце пугалось, и не раз он малодушествовал. Видим апостола Павла, видим Петра, видим других братьев, которые оставлены нам на страницах Священного Писания. И апостол Павел это называет таким образом. «Посмотрите, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых, немного сильных, немного благородных, но у Бога есть своя цель, чтобы избрать». Для чего? Вот апостол Петр здесь дальше говорит, «чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». У Бога есть определение для того, что Он хочет, чтобы мы с вами сделали. Поэтому призвал Господь каждого святого возвещать о том, что сделал Господь. где есть тьма и где есть свет. И для вас, как для учителей, вопрос о призвании заключается в неравнодушии. Вы знаете, что есть тьма и что есть свет. И Господь называет нас как светом. Вы свет миру. Зажженную свечу не ставят под кровать или под сосуд. Когда объясняешь такой урок детям, то очень интересно смотреть, как они это видят. Потому как в разных местах может стоять свечка, правда? Но когда берешь стакан и накрываешь свечку, и она тут же гаснет, то становится понятен образ. Почему нельзя ставить под сосуд? Почему нельзя закрывать? А потому что она не будет гореть. Так и нам с вами. Если мы возвещаем, где есть правда и где есть зло, где есть свет и где есть тьма, то мы с вами горим. Это необходимо для нашей жизни. Бог призвал нас это делать. Если Господь призвал нас, то нам остается это поручение выполнять. Возвещать, говорить, провозглашать. И если мы с вами находимся среди вот этого маленького подрастающего поколения, то Господь нам верил нечто дорогое и ценное. И поэтому, когда приходит сомнение, для этого ли труда призвал меня Господь, потому что призвание здесь однозначно существует, говорить об этом. И то, о чем сказал Ричард определение, призвание это быть сосудом, в который Господь дает благодать или который может содержать эту благодать, то я не думаю, что кто-то из нас хотел бы жить без благодати. Но вот этот сосуд, который усмотрел Господь, чтобы сегодня ты и я могли говорить о Божьей любви, о Божьей милости, о Божьем спасении и опасности, которые есть в этом мире, это твое и мое призвание. Здесь не надо искать особых глубин или особых дарований. Если надо, Господь это подтвердит. когда я был еще молодым, однажды Господь проговорил ко мне, вот и камни пред тобою и нужно строить. Я тогда еще был совсем молодым и рассуждал, к чему призывает Господь, о чем говорит. Прошло время, и когда я уже был на служении поставлен, у меня вставал вопрос о служении и о работе. Я не говорю, что это необходимо для всем или у всех так, но я рассказывал вчера, мы ехали с Вадимом, рассказывал свой конкретный случай, где у меня представлялась возможность как бы меньше работать, больше получать. И это предложение исходило от людей, у которых были финансы, были деньги. Я, придя домой, рассказал об этом жене. Дети еще были маленькие, старше у нас было только 14 лет, еще никто не работал. Мы в свое время испытали такую нужду, это как раз где-то 94-95 год, в который все у нас в стране как-то колебалось и находилось в трудном состоянии, работы, работы нету. доходило до того, что у нас в нашем семейном кошельке был один рубль. А надо кормить, надо что-то предполагать и много мыслей. И вот здесь я устраиваюсь на работу и мне следует предложение. Павел, давай мы откроем сеть предприятий. Твое дело только найти помещение, найти оборудование и людей. Все остальное мы возьмем на себя. И я задумался над этим. Господи, что это? искушение или благословение? И придя домой, сказал жене, и мы вместе со всей семьей начали молиться, Господи, если это Твое, то Ты созижди, но если это искушение, то Ты избавь от него, потому что Ты так заповедовал молиться, не введи в искушение, избавь от этого искушения. И прошло время, когда мы должны были встречаться с этим человеком, который предлагал такую работу или сеть предприятий, касающейся моего профиля работы, то не появился этот человек, не позвонил. Прошло несколько дней, я ему звоню на домашний, на мобильный, нет человека. Проходит месяц, заканчивается лето, начинается учебный год, у него сын такого же возраста, где-то 14 лет, должен уже быть в школе, звоню, нету. И с тех пор я этого человека не встречал никогда. Господь избавил от искушения мою душу. Я не знаю, что с тем человеком случилось, но явно вижу, что Господь избавил меня от искушения. И пришло мне на память то откровение, которое прозвучало когда-то для моего сердца. Однажды мы были в ДК, молились, и Господь исполнился суд Духом Святым, подведя ко мне и сказал такие слова. Удел твой, народ мой. И поэтому для меня, вспомнив все это, закончился вопрос поиска. Я знаю, что Господь знает, в чем мы имеем нужду и усмотрит. Но, по милости Божьей, такие мысли, которые бы направляли меня где лучше устроиться и где больше заработать, оставили меня. Слава Богу! И я смотрю, что Господь на протяжении вот этих больше, чем 10 лет устрояет так, чтобы мне была возможность не просто работать и зарабатывать или много зарабатывать, но вопрос трудиться, вопрос посещать служение, вопрос участвовать в труде во имя Господне, насколько дает Он. Слава Ему! Поэтому, братья и сестры, когда поднимается вопрос внутри нашего сердца, а призвал ли меня Господь для того, чтобы трудиться среди детей, то я бы хотел сказать, что Господь призывает нас на труд всех. Как написано о том, что Господь сказал, молите, Господи, нажатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Давайте посмотрим, какова Нива в наших церквях, сколько там детей. У Ричарда будет еще тема о подростках, сколько этих душ есть и как им нужна помощь. Поэтому призвание существует, Господь призывает на труд, только кто откликается. И вот, когда мы с вами откликаемся, и встает вопрос, а могу ли я совершать этот труд, то мне бы хотелось как раз и сказать здесь об этой ответственности, которая есть. Для Учителя, так как мы говорим именно об этом, для Учителя. Первое, что Господь определяет для нас через слово Священного Писания, возвещать совершенство призвавшего нас, и мы в чудный свой свет. Мне Господь дал возможность родиться среди верующих, то есть в верующей семье и вырасти там. Я не знаю этих глубин, которые есть в этом мире. И, с одной стороны, как можно рассказать о том, чего ты не знаешь? Совершенно верно. Глубину этого мира я не знаю, рассказать не могу. Но глубину любви Божьей я испытал в своей жизни. И поэтому этим я могу делиться. Этим можете делиться и вы. если вы познали Господа, то как хорошо поделиться этой любовью с теми, кто только начинает свой путь за Господом. Он для них тоже может быть нелегкий, потому что вера, она растет. Она не просто как дар с неба, она имеет свойство расти, свойство испытываться, переплавляться. И вот здесь как хорошо, когда есть та помощь, которая исходит от тех, кто прошел впереди. Апостол Павел учил Тимофея и в определенное время доверил ему труд. Елисей учился у Ильи. Эти мужи, которые следовали за теми, кто шел впереди них, могли посмотреть на опыт их жизни, могли что-то перенять. И поэтому, когда в нашем сердце возникает вопрос о служении, то первое я хотел бы для каждого из нас сказать, что когда Господь побуждает нас к труду, есть вот это желание. Ты видишь эти маленькие сердца, которые сидят в служении, впереди ли, или там, сзади, и Господь говорит, не пророческим словом, а здесь внутри зреет то состояние, когда хочется помочь, поддержать. Когда видишь, что кто-то гимнет, а ты хочешь подложить эти руки, знай, зовет тебя Господь. Зовет тебя Господь, чтобы ты пошел, чтобы ты говорил, чтобы ты делал. Это есть то место Священного Писания, которое говорит, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Здесь нет других мотивов, которые бы побуждали человека трудиться. Вот это самое важное. Ты видишь, что там нужна помощь. Ты слышишь голос Господен, который звучит в сердце. Пойти туда, помочь, поддержать. Если есть какая-то другая мотивация, вот здесь стоит размышлять, вот здесь стоит задуматься, что ищется. Ищется слава себе, ищется положение. Как Господь когда-то говорил, что люди хотят, чтобы их называли учитель, рави, это неправильная мотивация. Это не то, что определено Господом. Это тщеславие. Но если есть любовь, то независимо от того, как тебя будут называть, хочется послужить, хочется помочь. И ты понимаешь тогда то значение ближнего твоего. Большое лето, маленький лето. Пока они маленькие, так приятно на них смотреть. Они умиляют, да? Но когда они подрастают и становятся подростком, то глаз не всегда умиляется от того, как смотришь на их поведение. Правда? Но кто туда пойдет? Если Господь говорит в сердце нашим, то иди туда. Пока не размышляй о своих способностях. Иди туда, для того, чтобы можно было в этом помочь. Это та цель, которую ставит Господь. И то, почему Он нас с вами призвал любовь. Если мы с вами имеем это в сердце своем, это и есть то призвание, которому зовет нас Господь. А ответственность заключается как раз в том, чтобы мы с вами могли представить себя в то распоряжение Божие. О чем говорил сейчас Ричард, я не буду повторяться, наше внутреннее, что видит Господь. Ведь призыв, который делает Господь, это его желание, его воля. Но человек может поступить так, как желает Господь, а может пойти так, как он хочет. Я вчера напоминал на Ричарду один разговор, который у нас был много лет назад, на одном из членских собраний, где он высказал одну мысль для одного человека, что у него есть корыстные мотивы. Для меня тогда, молодого еще человека, я не согласился с братом Ричардом и сказал, нет, такого быть не может. Корость, она имеет свойство пощупать. Это всегда материальное. Прошло время, я ему вчера говорил, ты оказался прав. Есть корость, которая, как тщеславие, она растет внутри, она зреет, она формирует и искажает. И вот от этого упаси нас Господь. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. Вот и здесь необходимо проверять состояние своего сердца, каково оно в этом движении, в этом призыве Господнем, который позвал нас за собой, который зовет нас к труду вот с этим подрастающим поколением, которое нуждается в чистоте, которое нуждается в свете именно Господнем, в которых закладываются правильные мотивы служения Богу. Не от того, что тебе Бог даст, а от того, насколько ты Его любишь, насколько Он дорог в твоих глазах. Вот это важно. Еще один аспект ответственности или критерия, о которых хотелось бы сказать и о которых говорит апостол Павел к своему ученику, которого он наставляет. Это первое послание к Тимофею, 4-я глава, с 14-го стиха до конца. 14-й, 15-й и 16-й. Не не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учения, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Это вопрос о способностях после призвания, после побуждения, когда мы чувствуем в своем сердце эту любовь, чтобы делиться этой любовью. То встает вопрос, я не способен, у меня нету того или другого образования, силы, мудрости, то Бог избирает не мудрое этого мира, и не на мудрость этого мира смотрит, не на образование. Мы с вами читаем об апостоле Павле, который был очень образованный человек, но ради превосходства познания Христа Иисуса, он сказал, что я почитаю все это за ссор. Он оставил это. Но здесь мы с вами читаем о том, что у Тимофея было дарование. Это дарование дал Бог способность служить Ему с благодатью. Апостол Павел предупреждает, имея такое дарование, имея такую способность и благодать, не будь нерадивым человеком. Есть особенность, когда человек смотрит на себя и не видит никаких способностей к труду, так посмотрел на себя Моисей в свое время, так посмотрел на себя Амос, так говорил о себе Иремия. Кто-то молод, кто-то не умеет говорить, кто-то не знает, как вообще к этому подступаться. Но Господь, смотрящий на сердце, знает, что необходимо к этому труду. Мы с вами читаем, что вся способность наша от него, так? И если Господь призывает, то он и даст. И вот здесь, когда есть особые дарования, вторая сторона, когда есть особые способности, человек обладает красноречием, человек обладает образованием, человек имеет видение определенное, то апостол Павел говорит, имея это дарование, не будь нерадивым человеком. Вы знаете, что есть люди одарованные, говорят, он призван к этому, особенно в отношении музыки. Говорят, у него прям дарование, у него призвание. Но есть особенность, что если этот человек, имеющий дарование такое, способность, призвание играть, не будет упражняться, то он останется человеком, у которого есть понимание или знание, как надо играть. Но когда он подойдет к инструменту, нету навыка играть. Теория есть, а практики нету. И от этого страдает дело. Когда-то я учился играть на музыкальном инструменте, и чем больше занимаешься, тем проще играть. То есть сама как бы рука бежит по клавишам. Но как только оставляешь на какое-то время, то чувствуешь, что пальцы как будто спотыкаются о клавише. Вроде те же самые руки, но спотыкаются. И поэтому апостол Павел говорит, даже тогда, когда ты имеешь особые способности, то не будь нерадивым человеком. Потому что и дарование, когда есть, но к нему относятся небрежно, к способностям невнимательно, то оно уходит. Остается оболочка, зато внутренности никакой. Об этом как раз говорил сейчас брат Ричард. И вот эта ответственность наша пред Богом, которую говорит здесь апостол Павел, вникай в себя. При том даровании, которое у тебя есть, вникай в себя. Вникай в учение. Занимайся этим постоянно. Цель. Потому что так будешь делать, и себя спасешь, и слушающих тебя. Дарование не спасает. Дарование это инструмент, это средство Божие и не для нас, а для народа. Но что остается с нами? Господь использовал. А потом человек неродивый теряет. Потому что внутренность становится не той, в которую Господь хочет возливать эту благодать. И поэтому, братья и сестры, занимаясь этим трудом, то очень важно, чтобы мы сознавали, имея эту ответственность. С одной стороны, если у нас как бы нету таких способностей, как есть у других, чтобы мы не приходили в отчаяние, Господь даст способности. «Когда Господь призывал меня и говорил мне вот это слово и так, вот камни пред тобою и нужно строить, Ричард слышал о том, как я проповедовал. Мы были вместе в одной церкви, и мне было так трудно проповедовать. Я мог сказать точно так же, как говорил Моисей, я человек косноязычный, для меня трудно говорить. я вырос в семье один, у меня не было братьев и сестер, и в большинстве я был дома один. Мне особо говорить не было с кем. Но пришло время, и недавно моя супруга говорит мне, когда мы познакомились, мы были в одной музыкальной группе, то я говорила больше, чем ты, и как бы знала больше, ты. А теперь я смотрю, что ты ушел куда-то вперед, а я осталась где-то далеко-далеко. Способность, она от Господа. Это та благодать, которую дает нам Господь. Это не наши братья и сестры. Поэтому с этой стороны, чтобы мы не приходили в отчаяние, глядя на других, у них такая способность. Бог дает, когда мы просим, когда и ищем. Вторая сторона, когда у нас есть способности, то нельзя опереться на эти способности. Эту опору сделать нельзя. Необходимо пребывать, как апостол Павел говорит, в учении, для того, чтобы черпать эти силы духовные от Господа, эту благодать получать от Него. И тогда и себя спасем, и слушающих нас. Будет чем поделиться. Если есть о чем сказать, то всегда скажешь. Если нет о чем сказать, то и способность здесь не поможет. Оно начинает ржаветь. И еще одно, чтобы хотел отметить состояние нашего сердца. Когда мы с вами читаем Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь Иисуса Христа, то 9 стих говорит так. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Для учителя очень важно то, каково сердце его. Вот это мирное состояние внутренности его. Мы недавно говорили с одним братом, он уже пожилой, и он рассказывал о служителе, который был у нас в свое время, Миша Мирошин. Вот он рассказывал, как они однажды шли со своей женой на служение. А жена у него была сосуд. И по дороге они о чем-то поспорили, не согласились друг с другом. И придя на собрание, как раз было молитвенное встали на молитву, начали молиться. А Господь, обращаясь к жене словом, и говорит, сосуд с немирным сердцем не может стоять на служении. И он, когда делился этой мыслью, говорил о том, как важно нам иметь это состояние мирное в сердце своем. я размышляю над этим именно для себя, потому что и во мне были такие порывы горячие. Я начал исследовать, как Господь смотрит на это состояние. Здесь написано, что Господь называет миротворцев сынами Божьими, то есть теми, кто устрояет мир, кто из войны может сделать мир. Другими словами, образно так можно показать. И вот я нашел место, которое я хотел бы вместе с вами прочитать, которое говорит о состоянии мирном. Это слово было к Давиду. И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего. Но было ко мне слово Господне и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. посему имя ему будет Соломон, и мир и покой дам Израилю во дни его. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я буду ему отцом. дом с вами знаем Давида, который стремился служить Господу, который любил Господа, который пел Господу, и было у него на сердце от Господа построить дом ему, и он всю жизнь, которую вел, собирал, собирал и собирал необходимое для строительства. И вот пришло время, когда он, восхотев построить, получил от Господа слово «Не строй». Ты вел большие войны, ты пролил много крови, но вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Он построит дом имени моему, и он будет мне сыном, а я ему отцом. Смотрите, как Господь смотрит на состояние наше. Я вспоминаю некоторые моменты своей жизни, когда встречал, как ратуют, как говорил Степан Григорьевич, за истину, но не поистине. Когда ратуют и ревнуют, но не так, чтобы делать добро, чтобы творить мир. Я обращал внимание на жизнь этих людей. И вы знаете, что Господу приходилось и приходится, наверное, и в будущем будет приходиться много трудиться над этими душами. Ричард знает моего тестя, он уже почил давно у Господа, и он знает, насколько он был человек горячий. Может быть, нам проще говорить, потому что мы знаем многих, о ком говорим. Но для того, чтобы понять вам, я скажу, что он был человек очень резкий на язык, очень желающий и делающий много добра, но очень резкий на язык. И когда его обличали, он не смирялся внешне, но внутренне это было для него сложней. И вот пришло время, когда Господь положил его на Одер. Каким образом? Он работал в аэропорту, приехав с аэропорта, приходит домой к тещи, вот, она его встречает, как жена, спрашивает у него, Леш, ну как, а он молчит. Это был первый инсульт, в котором он мог ходить, двигаться, делать, но у него отнялась речь. Господь постучался в его сердце. Прошло время, он восстановился очень крепкий, по состоянию такому здоровья был человек, пришел второй инсульт, где он уже так мало двигался, но двигался, и говорил, и Господь положил его, когда третий раз, то он позвал жену и говорит, собери мне вот этих братьев, вот этого, вот этого, вот этого призови. Она призвала, и он просил прощения за свои резкие слова, которые были в его жизни, у жены, у детей, почему? Потому что ревнуя о Боге, ревновал, но не рассуждал, какую боль причиняет другому, потому что мы с вами такое стихотворение знаем, что слова порою ранят больнее палки, да? Такое брачное стихотворение есть. И вот Бог, освещая его сердце, положил его на одер, чтобы приготовить. Вы знаете, какой это был человек, я вам только небольшой эпизод его жизни, или небольшой штрих. Такая особенность была, что когда входишь в его дом, в комнату уже, то за дверью, которая открывалась, всегда стоял мешок, вещмешок. в этом вещмешке были сухари, которые менялись, ватные брюки, валенки, пила и топор. И он был готов, вот если ему сказать, и он так жене говорил, если за мной придут, ты не плачь, я сразу уйду. То есть, если его поведут, и ему, как он хотел, пострадать за Господа, он был готов к узам. И был готов идти, куда его не поведут. Лес валить, значит, он пойдет лес валить. Таскать что-то, значит, будет таскать. И этот мешок трогать было нельзя, то есть, он должен был всегда быть наготове. Его нельзя было никуда убрать, хотя он был там не к месту, но сухари там должны были обновляться постоянно. Так вот, Бог не повел в леса, а Бог положил на одр, чтобы осветить сердце, чтобы оно пришло в мир не только с Господом, но и с людьми. Знаю многие другие случаи, которые уже были через мою практику и мою жизнь, которые я видел, и видел, как Господь этих людей, любя, начинает учить смирению, доверию Господу, чтобы сердце было мирным. Вот тогда и урок преподается хорошо. И мы можем говорить хорошо. Представьте, когда мы с вами покраснеем, когда в наших глазах будут сверкать молнии, то где будет Господь? Сможем ли мы друг другу передать ту благодать и любовь? И если увидят нас дети где-то, когда мы в таком состоянии, как говорят, метаем гром и молнии, то для них будет трудно принять то, когда мы улыбаемся. Тот образ, который они видят, он запечатляется. И поэтому Господь не случайно сказал, научитесь от меня, от человека научиться нельзя. Пример можно брать, но научиться можно от Господа. Почему? Потому что Он, как Учитель, определенные аспекты нам дает. И не просто дает, Он подкрепляет нас. И поэтому важно для Учителя, братья и сестры, несущего этот труд, иметь мирное сердце. И последнее, что мне хотелось заметить, что для Учителя очень важно, чтобы Учитель мог работать вместе с другими Учителями, чтобы это не было обособленность, но было сотрудничество. Это Церковь, а Церковь это собрание народа Божьего. И поэтому тот труд, который мы совершаем, мы совершаем в народе Божьем. И те, кто вместе с нами трудятся, это сотрудники и помощники, как говорил апостол Павел. Нельзя сказать, это моя вотчина. Я просто сталкивался с этими моментами в жизни некоторых учителей, которые говорили, это моя группа детей, ты сюда не приходи. Я здесь учу. Вот я понимаю так, я буду делать так. Иногда и служителя не могли туда войти, то есть это с большим трудом, большое убеждение надо было сделать, чтобы прийти. Находились разные предлоги, дети стесняются, боятся и тому подобное. Я стесняюсь, но как важно сотрудничество, как важно то, что мы вместе трудимся. Апостол Павел это называл так. Я насадил, а полос поливал. Но взрастил Бог, и поэтому важно нам вот это сотрудничество иметь. благословение еще один момент к этому пункту, то, что мы с вами должны иметь благословение или одобрение от церкви, от служителей. Вот здесь апостол Павел, обращаясь к Тимофею, то место, которое мы прочитали, говорит, дабы успех твой для всех был очевиден. Если наш труд пред Господом, Господь будет, проводя нас даже путями смирения, уча нас, но поддерживать нас. И, может быть, наше борение или наши трудности, в которых мы будем, она будет заметна и для других людей, и будет иметь одобрение. Потому что, когда мы сознаемся, когда мы говорим об своих особенностях, а это всегда соприкосновение со служителями, то они, видя сердце и зная, имеют также ответственность пред Господом молиться за всех тех, кто совершает труд. Поэтому, когда встречаются такие моменты, служителя не понимают, не дают трудиться, или еще вот чему-то подобное, учителя где-то внутри огорчаются, встречая препятствия, им кажется, что это настолько непреодолимо, то, знаете, проводит Господь испытание, в которое смотрит на сердце. Каково оно? на каких оно позициях станет? Будет ли оно искать мира и будет ли искать правильного положения пред Господом? Не воевать, но молиться и делать тот труд, который поручили, но делать не с превозношением, не с надмением, не с тем, что я умею, я знаю, а вы кто? А вы не знаете. Упаси нас от этого, Господь. Благословение, оно приходит, но оно течет таким образом, что оно передается. Если за вас молились, то молитва была совершена для вашего благословения, тем, кто имеет право благословлять. И когда мы несем свое сердце на исповедь, приходим, то мы приходим к тому, кто может за нас помолиться, и кто может нас выслушать, это служителя. Поэтому, когда мы встречаем препятствия, и вдруг нас не понимают, то здесь надо молиться. Господи, это ты и мне что-то говоришь, но ты благослови и меня сохрани в мире, и того, кто стоит для того, чтобы благословлять, и его сердце благослови. И поэтому, вот эти моменты, о которых мы с вами сегодня рассуждали, хотя кратко, но это очень важно. Мы все призваны с вами для того, чтобы возвещать Господен свет. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если есть сердце нашим, это влечение Господом, Духом Его святым, любовью, которая есть в нашем сердце, идти к детям, то это благословит нас Господь. И со временем Господь даст и способности, когда мы будем молиться, но и посмотрит на наше сердце, чтобы нам быть в общении с Ним, нам расти духовно. Нам не только говорить, что мы хотим их спасти, но нам подумать и о себе, что здесь нужен рост духовный. От того, что имею, то и даю. Если не имеем, то и дать не сможем. Господу нужны люди, поэтому Он и сказал, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Пусть Господь нас благословит в этом, не смущаться, но, слушая голос Господнего зова, спешить на эту Ниву, способности от Него и благословения от Него. Давайте мы, вставшие, помолимся, чтобы Господь благословил нас в этом.